Десногорцы сделали свой выбор. На автодорогах растет количество аварий. 293 лагеря дневного пребывания детей и 3 стационарных платочных лагеря. Безопасность детской оздоровительной компании. Немножечко страшно, конечно, не волнуюсь, но все равно хочется побыстрее уже выступить. Юные художники Десногорска защитили дипломы. А теперь об этих и других событиях подробнее. Губернатор Алексей Островский объявил о начале процедуры формирования Общественной палаты нового состава. Он предложил муниципальным районам, городским округам и общественным объединениям приступить к этой работе. Напомним, что формирование нового состава Общественной палаты Смоленщины проходит в соответствии с областным законом. 22 мая прошел Всероссийский день голосования по выбору кандидатов от партии «Единая Россия». О том, как голосовали десногорцы, вы узнаете из нашего сюжета. 22 мая в Смоленской области открылись 162 счетных участка. Голосование было рейтинговым, то есть можно было ставить отметку за несколько кандидатов. Представлять Смоленщину в Госдуме будет тот, кто получит больше всего голосов в области. В Десногорске было открыто три участка. Городской центр досуга в первом микрорайоне, центральная библиотека во втором и центральная детская библиотека в четвертом. Все десногорцы старше 18 лет имели возможность отдать свои голоса за кандидатов с 8 часов утра до 8 вечера. Такие мероприятия «Единая Россия» проводит уже не в первый раз. Всего в праймерис приняли участие около 5% взрослого населения. Итоги будут известны в ближайшие дни. Мы расскажем об этом в следующем выпуске «День за днём». Сапёры пожарно-спасательного центра изъяли и уничтожили 18 боеприпасов времён войны. Артиллерийские снаряды и миномётные мины были найдены в разных местах – в Ярцевском, Вяземском и Сычёвском районах. В Смоленске возбуждено новое уголовное дело по факту гибели двух студенток из Индии. К смерти девушек могут быть причастны двое сотрудников университета. По данным следствия, они не приняли мер к установлению места возгорания. Своевременно не оповестили о пожаре, не начали эвакуировать людей, что и привело к гибели студенток из Индии. За пять последних дней в Десногорских окрестностях произошло 4 ДТП. Одно из них со смертельным исходом. Трагедия произошла 21 мая на дороге Десногорск-Богданово. 24-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, вылетел в Кювет и перевернулся. От полученных ранений молодой человек скончался до приезда скорой помощи. В этот же день около полуночи на дороге Десногорска-Якимовича 47-летний водитель Хёнде выехал навстречу и совершил столкновение с грузовиком ЗИЛ. Водитель легковушки госпитализирован в медсанчасть 135. Как отметили в ГИБДД, он не имел прав. 19 мая на перекрёстке возле УТЦ водитель ВАЗа 15-й модели выскочил на бордюр. Пострадавших нет. Утром в понедельник 23 мая, не доезжая профилактория, Opel Vectra улетела в Кювет. Пожилому водителю оказана медицинская помощь. Уважаемые десногорцы, будьте внимательны за рулём. Берегите себя и своих близких. Продолжаем тему. В Смоленской области повышен риск ДТП с участием лосей. Чаще всего под колёса попадают годовалые лосята. Ежегодно в регионе погибает около 100 лосей. Водителям нужно быть особенно осторожными в сумерки и предрассветные часы. Период повышенной опасности продлится до середины июня. В управлении МВД нашей области в режиме видеоконференции прошло заседание оперативного штаба по профилактике правонарушений, на котором обсудили ряд важных вопросов. Это подготовка к летнему курортному сезону, обеспечение общественного порядка и безопасности в период последних звонков и выпускных вечеров. Для обеспечения безопасности граждан в местах отдыха выпускников в период проведения последних звонков планируется задействовать более 1120 человек, в числе которых как сотрудники полиции, так и народные дружинники. В период с 21 по 30 мая в 351 школе области пройдут последние звонки, а в период с 20 по 30 июня – выпускные вечера. «Подчёркиваю важность и актуальность селу и требую от всех руководителей территориальных органов принять все меры, направленные на обеспечение охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности». Смоленщина готовится к купальному сезону, который официально открывается 1 июня. Для жителей региона будут оборудованы 48 пляжей, причём 7 из них частные. 26 мая межведомственная комиссия Десногорска проведёт выездное заседание на городском пляже, чтобы оценить его готовность к началу купального сезона. В преддверии летней оздоровительной кампании специалисты Роспотребнадзора провели исследование проб питьевой воды в оздоровительных учреждениях региона. По словам главного санитарного врача области Сергея Рогутского, более 2% проб не соответствуют гигиеническим нормам по микробиологии. А треть – проб по санитарно-химическим. 21 мая в художественной школе нашего города состоялось торжественное мероприятие «Выпускник-2016», на котором юные художники представили свои дипломные работы. Подробности в нашем сюжете. В зале Дома творчества, где каждый год проходит защита дипломов десногорских художников, царила торжественная обстановка. Выпускники представляли свои итоговые работы, выполненные под чутким руководством преподавателей. Сегодня защищаются у нас 22 человека. Три класса. У нас Галина Дмитриевна Кульцовой, Евгения Арсеньевна Тарасенко и Ирина Васильевна Луканиной. Очень много техник. Это и академические техники, акварельная живопись, масляная живопись, графика. Представлена у нас гелевая ручка. Красота и разнообразие различных техник просто поражало. Каждый выпускник вложил в свою дипломную работу максимум сил, души и все полученные знания за пять лет обучения. Выступление ребят и представление работ оценивала независимая комиссия, в состав которой вошли представители комитета культуры, педагоги и художники нашего города. В зале чувствовалось волнение. За ребят переживали как наставники, так и их родители. Да и сами ребята с трудом сдерживали волнение. Немножечко страшно, конечно, не волнуюсь, но все равно хочется побыстрее уже выступить, рассказать, работу показать. Мне нравятся именно живописные темы, мне нравится композиции делать. Очень сложно сначала, а потом так успокаиваешься, становится как-то легче. Все равно очень тяжело. Я решила и дальше заниматься искусством. Хочу поступить в архитектурный институт в Питер. И вот переживания позади. В торжественной обстановке 22 выпускника получили свидетельство об окончании детской художественной школы, а также благодарственные письма и почетные грамоты за участие во всеразличных конкурсах. Миллион добрых слов Мы для вас, мы для вас, мы для вас говорим За тепло, за тепло, за тепло и любовь Благодарим за все, что сделали вы Совсем скоро откроется 59-й международный музыкальный фестиваль имени Глинки. В этом году честь открыть фестиваль оказана одному из самых знаменитых коллективов мира – симфоническому оркестру «Русская филармония». Ведущим церемонии открытия по традиции станет лауреат премии ТЭФИ Владимир Молчанов. Единственный концерт в Смоленске даст пианист с мировым именем Андрей Коробейников. Закроет фестиваль государственный академический хореографический ансамбль «Березка». Стали известны итоги областного конкурса «Полицейский дядя Степа». На конкурс поступило около 50 работ и 24 из них от детей нашего города. Первое место заняла Лада Васина – ученица третьего А-класса первой школы Десногорска. Поздравляем с победой! Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – disna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова